Пробудить интерес у учащихся к судьбам людей, вынесших на своих плечах тяжесть Великой Отечественной войны – одна из задач патриотического воспитания школьников. Ученики знакомятся с летописью военных лет из уст ветеранов, кинофильмов, книг и по экспонатам, собранным в музеях и залах боевой славы. С подробностями наши корреспонденты. В рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы управлением образования было принято решение провести конкурс на лучший музей и зал боевой славы, организованный на базе школ Славинского района. Практически здесь ведутся постоянно и занятия с детьми, и встречи с ветеранами, и уроки мужества, различные исторические викторины, конкурсы проводятся. Это действительно военно-патриотическая работа с детьми, которая необходима. В школах Славинского района 12 музеев и 17 залов боевой славы. В первом лицее один из лучших музеев. И это не случайно, ведь школа названа в честь семи героев Советского Союза. В школьном музее собраны сотни экспонатов, предметов старины и останков боеприпасов, фотографий и исторически важных документов. Экспозиция музея рассказывает о судьбах людей, наших соотечественников, которые пережили страшные годы войны. Андрей Казанцев считает, что нынешней молодёжи нужно как можно больше знать об истории тех лет и о героях, защищавших нашу страну. Я считаю, что такие залы должны быть в каждой школе, потому что они дают основы понимания войны как величайшей трагедии в истории человечества. Потому что мы должны знать то, что было, и помнить, и чтить. Музей боевой славы есть и в школе номер 6. Организованный в школе музей не просто хранилище экспонатов. Это место для встреч, где можно прикоснуться к истории своей страны, услышать о далёких событиях Великой Отечественной войны из уст учителей и экскурсоводов. Дети должны знать историю с самого начала. У нас часто проходят небольшие экскурсии в первом классе. Детям очень нравится, они всё это слушают. Ну, конечно, им больше нравится всё рассматривать, но, тем не менее, они запоминают даты, и когда в следующий раз у них спрашиваешь, они всё помнят. Ребята с интересом слушали и живо интересовались событиями той далёкой поры. Они познакомились с героическими и трагическими историями Отечества. Узнали о трудностях и лишениях, которые переживали солдаты в годы войны. Я пришёл в этот музей, чтобы узнать героев этого города, узнать историю и узнать виды оружия. В скорой день победы мы должны не забывать героев, которые были на войне. Та большая работа по военно-патриотическому воспитанию, которая проводится в нашем районе, приносит свои плоды. У молодого поколения формируется представление о мужестве, долге, чести, ответственности и нравственности. А экскурсии по музеям и залам боевой славы в очередной раз воспитывают у школьников гордость за подвиги солдат в военные годы. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова